СВЕРШИЛОСЬ! Незримые строители сдали третью версию своего чудовищного лабиринта. Разработчики приняли их проект под роспись и уже готовы заселить в него очередную жертву для проведения испытаний — Санрайз. Именно так они озаглавили игру, завершившую трилогию Halfquake. В ней мы, конечно, увидим что-то отдаленно напоминающее обещанный восход солнца, но основная тема игры всё так же посвящена решению разнообразных задачек. Возвращение получилось поистине долгожданным, ведь с момента выхода предыдущей части Амэн прошло почти восемь лет. Перед нами всё так же модификация для первого Half-Life, она всё так же совершенно бесплатна и, как обычно, не имеет никакого отношения к приключениям Гордона Фримена. Игроку предлагают примерить на себя незавидную роль жертвы — человека, который по неизвестной причине попал в плен в группе садистов. Жертва просыпается в первой комнате огромного лабиринта, и нам тут же сообщают, что в конце концов мы погибнем. Смиряться с подобным заявлением уважающий себя игрок не станет, поэтому он собирает всю волю в кулак и начинает своё движение вперёд. Кто знает, а вдруг на этот раз удастся обмануть садистов-наблюдателей и выбраться из их камеры пыток на свободу. Игра больше всего напоминает портал, если убрать из него порталы, а задание сделать гораздо разнообразнее. Даже при том, что перед нами уже третья часть Half-Wake, авторов едва ли получится упрекнуть в самоцитировании. Разработанные ими ловушки оригинальны, и вряд ли вы встретите что-то подобное в любой другой игре. Испытанию подвергнутся ваш слух, внимательность, ловкость и терпение. Насчёт последнего пункта мы вас успокоим. Конечно же, сцен, подобных 20-минутному ожиданию поезда из Амэн, здесь уже не предвидится. Перед нами интерактивная версия фильмов «Куб» или «Пила», в которой выживание будет зависеть от вашего терпения и способности решать нестандартные задачи. Один из самых интересных паззлов в этой части Half-Wake посвящён шахматной доске. Мониторы на стенах показывают, какая фигура расположена в данной клетке, и следующий ход, который совершит игрок, обязан соответствовать траектории движения данной фигуры. Заданная цель, казалось бы, проще простого — дойти до клетки в дальнем углу доски. Но в конце концов приходится брать листочек бумаги и зарисовывать на нём расположение фигур, чтобы, руководствуясь полученной картой, всё-таки расправиться с данным паззлом. При этом обойти систему, сделав неправильный ход, у вас не получится. Бдительные молнии тут же испепеляет обманщика. Здесь есть, к примеру, целая игра в игре — небольшой текстовый квест, подобный тем, в который люди играли на заре компьютерных игр. Похожие квесты мы уже неоднократно проходили в космических рейнджерах. Игровой процесс традиционно приправлен чёрным и очень специфическим юмором. Хороший пример можно обнаружить ещё на тренировочном уровне, где усталый голос на фоне, в который раз рассказывает игрокам основы основ. «Пройдите вперёд, подпрыгните, посмотрите картины на стенах, подождите 12 минут». Игрок от неожиданности может опешить, а в голове проносится мысль. «Неужели и правда придётся ждать 12 минут?» В этот момент фоновый голос возвращается. «Я сказал минут?» «Конечно же я имел в виду секунды. 12 секунд, и они как раз прошли». В подобном ключе проходит большая часть игры. Один из уровней представляет собой заготовку для типичного испытания, со стенами, исписанными заметками разработчиков. Отличный пример самоиронии. Вот тут нужно повесить непонятную картину, эти двери никуда не ведут, а вот эта вот кнопка неожиданно убивает игрока. Разработчики в этой части решили полностью отказаться от применения оружия. За всю игру к нам в руки не попадёт ни одного меча, пулемёта или же арбалета. Противники, за исключением финального босса, тоже отсутствуют. Всё внимание игрока сосредоточено на решении паззлов, и этот ход в данном случае вполне оправдан. Одновременно с игрой в сети был выпущен её саундтрек, состоящий из 20 композиций. Присутствуют как вокальные, так и чисто инструментальные треки. Музыка распространяется совершенно бесплатно и может найти своего слушателя даже среди тех людей, которые не играли в Sunrise. Будущее Halfquake сейчас довольно туманно. По традиции разработчики возьмут многолетний перерыв и уже потом решат, получит ли данная история продолжение. Что можно сказать точно уже сейчас, движок первого Half-Life себя окончательно исчерпал. Соответственно, стоит ждать либо ремейка оригинальной трилогии на Source, либо, вполне возможно, свежих приключений для новой жертвы. Ну а если выход следующей части затянется на каких-нибудь 8 лет, то там, глядишь, Half-Life 3 успеет выйти, и в основу нового проекта ляжет движок, который придёт на смену Source.